Доброе еще раз всем утро, наша программа продолжается и доброе утро. Нужно под... не разговариваю я с утра. Нужно встречать в нашей студии гостей сегодня это Анастасия Захаревич и Лосик. Доброе утро. Анастасия это волонтер благотворительного фонда зоозащиты и регулярно в нашей программе появляются волонтеры вместе с питомцами, которым мы очень ищем новый дом. И вот сегодня это вот малыш Лосик. Малыш, но Лосик, название, кличка громкий. Пусть разговаривает. Пускай поговорит. Лучше нас разговаривает сегодня этот щенок. Анастасия, мы ищем новый дом собаки. Это щенок. Щенок, ему три с половиной месяца. Чухо? Он беспородный. Ну естественно. Ну очень многие люди как бы хотят более породистого пса. То есть здесь мы сразу предупреждаем, что это абсолютно беспородный. Это вот именно такой вот стальный пес, которого взяли вовремя на квартирную передержку. Он уже социализировался как-то в квартире? Он уже социализировался. То есть он в квартире ходит на пеленочку. Не всегда, конечно, но мы стараемся. Но он совсем же еще маленький. Три с половиной месяца. Три с половиной месяца еще совсем малюска. А вот мы тут за кадром обсуждали, что ушки у него возможно поднимутся. Ушки возможно поднимутся. Нужны витаминки. Будет совсем овчарочка. Витаминки его это овчарочка. Прям овчарочка? То есть он будет крупный? Он будет крупный, он будет выше колена. А часто ли он так поет? Очень часто он поет дома. Разговорчивая собака? Очень разговорчивая собака, очень активная. То есть подойдет людям, которые любят движения, которым не стоит скучать. А сможет ли он жить на улице? Вот насколько это собака? Собака-звонок из него получится. Это сто процентов. То есть он может проживать в квартире. То есть ему можно привить тишину. И он сможет жить в квартире. Также он может жить в частном доме. То есть как звоночек, так охранник. Вот звоночек он идеальный. Ну я вижу, что веселенький. А умненький? Вот обычно в три с половиной месяца уже можно сказать. Умненький. Хочу сказать, вот полтора недели он у меня живет уже. То есть изучил команду сидеть, лежать. То есть для такого возраста он очень быстро схватывает. Ну это собака с активной жизненной позиции. По нему, мне кажется, сразу видно. Да. Вот. Лосик, он подтверждается. Обнаружились ли у него какие-то пристрастия в еде? Ну понятно, что кормится он кормом сейчас. Сухой корм. То есть до этого он ел рис с курицей. То есть это каша. То есть если у хозяев какие-то будут затруднения кормить сухим кормом, то можно будет перевести на кашу. То он вполне себе хорошо относится. Практически к человеческой обыкновенной еде. Рис с кашей. С удовольствием. Это прекрасно. Ну и такой вопрос. Он ведь наверняка сталкивался уже с другими животными. Как себя проявлять в общении с кошками, например? Потому что такая активная собака. У меня три кошки дома. И? Ну, как он пытается с ними познакомиться, пообщаться. Кошки его уже плакому научили прям заметно. Он у них перенял вот это поведение. Он их сильно не гоняет. То есть он пытается подружиться с ними. Если дружбы не получается, как у нас бывает, получаем лапой по морге. И как бы отходим от них. То есть как бы особо он за ними не гоняется. Ну и прекрасно. Великолепный пес, по-моему. Веселый. Подойдет тем, у кого есть веселые дети, которые любят играть с животными и готовы с ними проводить огромное количество времени. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на лосика. Лосик сам на своем собачьем языке вас просит. Я ищу хозяина. Он не просит, он весело призывает, поет песни, радуется. Собака сейчас, конечно, разнирничалась. В быту, наверное, будет поспокойнее. Но, в принципе, эта собака очень активная. Собака, которая будет вас охранять, будет предупреждать о каждом прохожем мимо вашего дома. Лосик ищет себе новый дом. Присмотритесь к нему. Возможно, именно вы станете лосику, лосик, не перебивай, добросовестным и очень любящим хозяином. И, возможно, в вашей жизни появится такой добрый, хороший друг. Это будет большим для вас событием. Но о том, какие события в Екатеринбурге и Свердловской области уже произошли, что из них является самым интересным, рассказывает информационная служба телеканала ОТВ. События далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова